МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. Об актуальных новостях расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня в выпуске. Приоритеты государства и новые вызовы. Глава Чуваши принял участие в российской энергетической неделе. Бонус на творчество в Чуваши заработал портал навигатор дополнительного образования. Вой сирены и спецгруппы в противогазах в Чебоксарах прошла всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Сегодня в Москве стартовала российская энергетическая неделя. Здесь обсуждают глобальные вызовы отрасли и пути решения возникающих проблем. Среди участников форума глава Республики с места событий Дмитрий Ковалев. Газ, нефть, вода, электричество – все это энергетический комплекс страны. Его перспективы обсуждают участники международного форума. Он проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Среди ключевых тем цифровая трансформация сетей и переход на альтернативные источники. Неспроста рядом с городами начали возводить солнечные станции. И все больше автомобилистов по всей стране переводят машины на метан. И так будет продолжаться, отмечают специалисты. Глобальные тренды не остановить. Надо решать одну из ключевых задач – экономить природные ресурсы. Тем более, что ситуация на нефтяных рынках сейчас неопределенная. Мы понимаем баланс спроса и предложения. Мы вместе с другими странами проводим соответствующую координирующую работу, связанную с тем, чтобы с точки зрения фундаментальных факторов этот баланс спроса и предложения держать более-менее в нужном русле. Первые шаги на пути цифровизации сетей сделали предприятия республики. В этом году в кооперации производителей была выпущена и уже испытана интеллектуальная подстанция. Ее заказчиком выступила крупнейшая корпорация по добыче газа, работающая на Ямале. Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что взаимовыгодные контакты регионов будут укрепляться и дальше. Ваши производители достигли хорошего уровня и качества. Точно продукция будет востребована. Я думаю, что это начало успешного проекта. Перед производителями, работающими на нужды энергокомплекса, открываются новые перспективы. Речь идет о расширении объема выпуска импортозамещающей продукции, отметил глава региона. Мы представлены как регион, здесь как лучшие практики. Выпускают наши предприниматели и организации более 108 тысяч изделий и товаров. Город Чебоксар имеет на рынке энергетической системы России не менее 40%. В республике развивается и рынок газомоторного топлива. Регион вошел в число получателей субсидий на строительство новых заправочных станций. Мы работали и будем работать в вашем регионе. Тем более, ваш глава администрации очень хочет, чтобы там этот процесс дальше двигался. Спасибо большое. Спасибо. Жилищно-коммунальному комплексу также необходимы новые технологии. Среди стандартов, которые должны соблюдать подрядчики, возводящие дома, энергоэффективность. Еще более, как вы знаете, амбициозные цели установлены в энергетической стратегии нашей страны. В ней предусмотрено снижение удельной энергоемкости волового внутреннего продукта не менее чем в 2-3 раза. В рамках национального проекта регионы страны наращивают темпы строительства. Перед властями субъектов обозначили и приоритеты. На 1 сентября у нас с вами ввод составил 42,3 миллиона квадратных метров. Отрасль демонстрирует рост. Совместно с региональными и муниципальными командами, застройщиками и банками создана такая площадка, которая практически будет работать ежедневно. Деловая программа форума довольно насыщенная и для официальной делегации республики. Михаил Игнатьев встретился с руководителями федеральных ведомств, главами субъектов и потенциальными инвесторами. Ожидается, что в рамках Российской энергетической недели предприниматели заключат многомиллионные контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. 23 октября в Нижнем Новгороде начнет свою работу экспертная комиссия Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Призовой фонд солидный – 5 миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». За два года его проведения эксперты отобрали 160 проектов победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. В этом году от нашей республики в списки победителей вошло Ядринское городское поселение. До конца 2019-го муниципалитет должен отремонтировать исторический центр города. На это выделено 40 миллионов из федерального бюджета и 10 из местного. Вой сирены и спецгруппы в противогазах в Чувашии завершился второй день штабной тренировки по гражданской обороне. Учения всероссийские в федеральных центрах и в регионах действия при чрезвычайных ситуациях отрабатывали на практике. Экстренные службы отрабатывали действия по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации. По легенде, они спасали пострадавших, тушили пожары и проводили аварийно-спасательные работы на территории возле ТЭЦ-2. Это уже второй этап учений практически. В первой проверяли готовность пунктов гражданской обороны. Бронежилеты, каски, палки, противогазы само собой. Также запускали системы оповещения населения, проверяли готовность к работе приемного эвакуационного пункта, поста радиационного, химического и биологического наблюдения, подвижного пункта питания. Они нужны на случай нарастающей угрозы. Одна из основных задач всероссийских учений – совершенствовать практические навыки и проверить готовность различных ведомств и служб к ликвидации возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. В этом году увеличилось количество проектов, заявленных муниципалитетами в рамках инициативного бюджетирования. Увидев результаты, жители активно стали в нем участвовать. В сравнении с 2017 число заявок выросло в шесть раз, а общий объем финансирования увеличился почти в пять раз. По данным Минсельхоза Чуваши, с начала года реализовано более пяти сотен проектов. Совместными усилиями государства и граждан были отремонтированы участки автомобильных дорог, учреждения социально-культурной сферы, детские игровые площадки, скверы и парки. Только на этой неделе завершена реализация 20 проектов в девяти районах республики – Валиковском, Вурнарском, Батревском и других. Здесь в порядок привели объекты коммунального хозяйства, места захоронения, часть местных дорог. Новый уровень доступности. В этом году наша республика включилась в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Как работает программа в столичном центре детского творчества, узнавала Юлия Важенина. Погостил у носорога, на трубах погел немного. Побывал я на Перу у хвостатых кино. Говорят и даже танцуют. Оживлять различных персонажей учат в кружке компьютерная анимация. Кирилл Игнатьев секцию себе выбрал сам. В кружок ходит уже месяц. Мне очень нравится заниматься в студии анимацией. Мы здесь создаем мультики. Я успею нарисовать колобка и птичку, и они умеют двигаться уже. Мама Кирилла отправила сына в кружок с помощью бесплатного сертификата. Его она получила после электронной регистрации на портале «Навигатор дополнительного образования Чувашской республики». Портал «Навигатор» очень удобный, потому что сидя дома, любой родитель может получить информацию о любом творческом объединении. Там есть информация о том, какие творческие объединения в этом образовательном учреждении, с какого возраста педагог принимает детей, чем они занимаются. То есть даже о загруженной программе и с планом на следующий учебный год. То есть у родителей исчерпывающая информация о том, чем будет ребенок заниматься в течение всего года. Зарегистрироваться можно как с телефона, так и с компьютером. Для этого нужно зайти на портал «Навигатор.дети». Видео-уроки «Как получить сертификат» по шагово показанным действиям. «Какие преимущества и плюсы мы видим в этой системе? Ну, во-первых, это доступность дополнительного образования. Очень часто мы слышим, что родители с возмущением, негодованием говорят о том, что нет бесплатных кружков в секции, не могут записаться, не могут никуда попасть. Теперь же через данный документ, через данный сертификат можно записаться абсолютно в любой кружок или секцию, что в нашем городе, что в другом муниципалитете, что в любом уголке Российской Федерации. Сейчас сертификат номиналом 1300 рублей. Действует он до конца календарного года и рассчитан на один кружок. Пользоваться сертификатом могут дети, начиная с 5 лет, а с 14 они могут и сами регистрироваться на портале. Как, например, Катя Костина. В Центре творчества она посещает сразу три кружка. Один из них – вокальный по сертификату. Чтобы зарегистрироваться, я зашла на сайт дополнительного образования «Навигатор» Чувашской Республики. Потом я зарегистрировала сама, зашла в личный кабинет. Так как мне уже есть 14 лет, я зарегистрировалась от своего имени в своем личном кабинете и зарегистрировала себя в разделе «Ребенок». С номером своего сертификата и со своими документами я пришла в Центр детского творчества и там уже записалась на кружок. Если же у родителя или ребенка не получается самим разобраться в системе «Навигатор», на помощь приходят методисты Центра творчества. Не все родители могут зайти. У них возникают проблемы с тем, что они не помнят свою электронную почту, они не знают пароль от электронной почты или они его забывают. Тогда они обращаются к нам, мы их принимаем, мы вместе с ними заходим как родители, и вместе с ними мы подсказываем, как найти необходимое объединение и как отправить заявку. За последний месяц, мы работаем уже целый месяц с родителями, мы приходят в принципе каждый день, когда они приводят детей на наши занятия. Один, два, три родителя заходят к нам в кабинет, чтобы с нашей помощью с этим справиться. Пока в системе 200 направлений дополнительного образования, а это 4000 кружков и секций. Проект пока пилотный, поэтому в структуре только так называемые бюджетные кружки. Но с 2020 года в этот перечень войдут и частные. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В ноябре в Венгрии состоится Всемирная Олимпиада роботов. В числе участников школьники из Чувашии. Дмитрий и Ульяна Петровы из Новочебоксарска вошли в состав сборной России. Это стало возможно благодаря их победе на Всероссийской олимпиаде по робототехнике. Она прошла на базе Иннополиса под Казанью. Тогда за путевку на мировое первенство боролась 31 команда из 11 регионов. IT-вуз отобрал и подготовил членов сборной в четырех категориях. Основная – продвинутая, футбол роботов и творческая. Юные изобретатели из Чувашии поборются за медали в категории футбол роботов. Тема Всемирной Олимпиады роботов в этом году – «Умные города». Сегодня Международный день социального педагога. Они помогают решать проблему взаимоотношений. Наш корреспондент встретилась с победителем республиканского конкурса «Лучший социальный педагог-2019». Хвалить нельзя наказывать. Зачастую от того, где родители юного сорванца поставят запятую, зависит то, каким вырастет ребенок. Первое право. Как мы родились. На что мы имеем право? На жизнь еще? Да. И имя, фамилия и отечество. Совершенно верно. Несоблюдение обязанностей ведет к нарушению чьих-то прав. Третьеклассники школы номер 27 города Чебоксары из урока поняли, что знать четко свои права и обязанности – это очень важно. Я узнала о том, что у каждого есть свои права и обязанности, и поэтому нужно соблюдать устав школы. Внимание, поддержка и много-много любви. Воспитывая ребенка между кнутом и пряником, социальный педагог Наталья Иванова советует выбирать последнее. Моя задача, чтобы ребенок понял, что я прежде всего хочу помочь. Я могу всегда выслушать, как у них прошел день, какой урок у них сегодня вызвал какое-то затруднение, с каким учителем, может, возникла какая-то ситуация, то есть недопонимание. Атмосфера в классе тоже немаловажна. В гармоничном коллективе учителям легче вести урок. Ваш класс – это команда? Да, команда очень дружная. У меня очень много друзей в классе. Мы не деремся, мы не обзываемся. Коллеги и руководство полностью поддерживают молодого специалиста. Человек мобильный, в хорошем смысле амбициозный. И самое главное, что эту очень хрупкую девушку воспринимают старшеклассники. Дети с различными проблемами в воспитании, она умеет находить контакт с любым ребенком. То есть дети к ней относятся с большим уважением. Это очень важно для воспитательной работы. Нередко подростки в школе сталкиваются со сложными ситуациями. Социальный педагог помогает решать многие проблемы. Проводит разные игры, рассказывает нам о разных ситуациях в жизни. Помогает найти решение из этих сложных ситуаций. Она помогает каждому человеку понять себя, раскрыть свою сущность, понять, кто есть на самом деле ты. Пришел, увидел, победил. Наталья Иванова в этом году одержала победу в республиканском конкурсе социальных педагогов. Ее работа программа профилактики зависимого поведения заслужила самой высокой оценки членов жюри. Очень сложная тема. Программа именно основана на том, чтобы открывать личностный потенциал, раскрывать ребенка. И это очень новое направление. Я просто пришла с тем, что у меня есть на душе, то, что я хочу показать, что для меня значит вообще моя профессия. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Детей с ограниченными возможностями здоровья нужно не только лечить, но и оказывать социальную поддержку. Учить самостоятельные жизни считают в реабилитационном центре для детей Чувашской Республики. Как это происходит в нашем следующем сюжете. Ребята, на какой свет мы должны переходить дорогу? Кто знает? Я! Ты знаешь. Ну-ка, скажи, Мирослава. На зеленый. На зеленый. Перейти дорогу, найти нужное здание для детей, плохо видящих и пользующихся коляской, не так просто. Поэтому этим навыком обучают в центре. Если дорога и светофоры имитация, то тактильные схемы и пандусы реальные. На территории центра создана доступная среда. Кстати, малоподвижных детей из дома привозят на специальной машине. Здесь проходят реабилитацию дети с детским церебральным параличом, генетическими патологиями и психоневрологическими заболеваниями. Физиотерапевтические процедуры, такие как магнитотерапия, лазеротерапия, помогают снять болевой синдром и восстановить организм. Мы прямо с самого рождения ходим сюда, ребенок у меня с инвалидностью. И с каждым курсом реабилитации все лучше и лучше становится. В прошлом году мы прошли этот курс микрополяризации. Мне ребенок не говорил. Ну и с периодическими занятиями тут, с логопедом, ребенок сейчас разговаривает. Поскачем на лошадки или погоняем на машинках? Это только внешние игрушки. На самом деле все это тренажеры, укрепляющие руки и ноги. А выработать навык ходьбы помогают костюмы «Атлант», «Адель» и «Метрон». После активных занятий расслабить мышцы и укрепить организм помогают спелеотерапия, это соляная пещера, и гидротерапия. Молодая пулька, это моим ручкам, очень приятно. Но когда к этим пузыречкам приваживаешь руки, то это очень насекотно. Не менее важны и психолого-педагогические занятия. Как и любые дети, они учатся считать и читать, выполняют упражнения на развитие мышления и воображения. У нас педагоги уже это знают, нацелены на это. И медики тоже, медицинский персонал. О том, что у ребенка нужно вызвать мотивацию. Вот поставишь перед ним цель, поставишь задачу. Дети, они порой, вы знаете, даже лучше понимают, что от них хотят. И идут к цели намного упорнее, чем ноги взрослые. Наши дети маленькие герои все. Яблоко, нарезанное собственными руками, намного вкуснее, считает Максим. Он это сделал впервые в жизни. Дома ему не разрешали трогать нож. А здесь считают, что дети должны быть приспособлены к жизни. Поэтому они сами едят с помощью вилки и ножа, сами нарезают салат. Ой, семечки. Семечки, да. Даже семечки будут. Дети с ограниченными возможностями – это обычные дети. Они могут все. Но только для этого им приходится прикладывать больше усилий. В реабилитационном центре в этом убеждены все врачи и педагоги. К такому выводу приходят дети и их родители. Надежда Яковлева, Бахтияр Вилеев, Республика. Окружной проект «Театральное при Волжье» в эфире национального телевидения. Вчера зрители увидели первый спектакль, поставленный самодеятельными артистами из Башкортостана. А вот что думают по этому поводу профессионалы. Новый окрас появился у этого фестиваля. Поскольку молодежь всегда интереснее, креативнее, подходит ко всему, честнее, я бы даже сказала. Особенностью этого фестиваля был как раз энтузиазм школьников, их неподдельная любовь к театру. Может быть, даже и потому, что они не профессионалы, поэтому они с большей горячностью какой-то, с большей искренностью подошли к этому. Поэтому я считаю, что этот фестиваль, он объединил не только участников, но и зрителей. В свое время классик Николай Васильевич Гокль сказал, что театр – это кафедра, с которой много добра, можно сказать, миру. И это действительно кафедра, потому что она обучает. Она обучает добру, искренности, откровенности, честности. Вот на сцене врать нельзя, потому что на сцене все видно. А молодежь, она тем более, им есть о чем сказать, им есть о чем поспорить. У них еще нет жизненного опыта, но у них уже есть желание быть услышанными. Поэтому я считаю, что такие фестивали необходимы, нужны. Они растят, наше новое поколение зрителей, умное поколение. В Чувашии отметят Всероссийский день ходьбы. В ближайшие выходные, 5 и 6 октября, в 50 регионах нашей страны пройдет грандиозный спортивный праздник. Впервые массово на пешие маршруты в России вышли в 2015 году. Тогда мероприятие прокатилось волной по всей территории страны, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В мире же Международный день ходьбы отмечают уже 23 год. В этот раз принять участие в праздничных его мероприятиях планируют 200 городов и не менее 15 миллионов человек. В Чувашии центральной площадкой станет Московская набережная Чебоксар. В субботу, 5 октября, в 10.45 именитые спортсмены республики торжественно откроют праздник. Далее в программе массовые и детские заходы, а также специальные для любителей скандинавской ходьбы. Дистанцию длиной 2020 метров могут пройти все желающие. На финише участникам вручат сувениры и дипломы Олимпийского комитета России. Это все новости на сегодня. До завтра.